В Москве прошла церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым, который умер 4 июня в одной из столичных частных клиник. Проводить звезду советского кинематографа в последний путь пришли коллеги и родные. На похоронах присутствовали две жены Кокшенова, а также обе дочери, Мария и Алевтина. Актер не раз говорил, что мало общался с наследницами, хотя во время церемонии прощания они держались вместе. Кроме родных в крематорий приехало около 15 друзей знаменитости. Столь малое количество людей объясняется тем, что по большей части все знакомые Кокшенова пожилые люди, которые из-за пандемии стараются лишний раз не выходить на улицу. Звездными гостями стали актер Борис Токарев, знакомый по роли Сани Григорьева в фильме «Два капитана», а также Алексей Панин, который по свидетельству очевидцев, вновь устроил скандал. Он приехал с невестой и большим букетом роз, и был удивлен, что журналистов на прощании было больше, чем друзей. Самый бездарный режиссер, с которым я работал, это был Кокшенов. Еще Алла Сурикова. Но я их любил безумно. И Алла Сурикова замечательная, и Кокшенов, замечательный. Он был артистом, который работал с великими артистами, как даль, как Высоцкий. Он деревянный. Кокшенов, я Вам правду говорю. Он не может выше жопы прыгнуть. Он был просто гениальный в том плане, что он добрый и человеческий настоящий. Из-за этого я его люблю. Я ему в лицо это говорил. «Михал Михалыч, Вы плохой режиссер». Рассуждал звезда фильма «Жмурки». После этих слов он покинул ритуальный зал. Якобы близкие родственники попросили его удалиться. А коллеги задавали вопросы, что ты там устроил. Правда, Сампанин отрицает это. Все это выдумки. Ничего не говорил. Раздули опять скандал. Он также вспомнил о последней встрече с умершим актером. Десять лет назад Панин случайно подрезал его на дороге. А Кокшенов подумал, что за ним гонятся мошенники. Когда автомобили артистов поравнялись, они поговорили между собой и благополучно разъехались. Завершилась церемония около 14 часов. После этого близкие отправились на Новодевичье кладбище, где захоронят урну с прахом артиста в фамильном склепе Кокшеновых. Он обретет покой рядом с матерью, бабушкой и другими родственниками.